Здравствуйте, Виталий. Да, здравствуйте. В последние месяцы представители власти постоянно атакуют деятелей культуры, которые заняли антивоенную позицию. Например, требуют лишить их званий, завести уголовные дела, а оставшимся артистам, вроде как раз Валерия Меладзе, отменяют концерты. Не кажется ли вам, что государство возвращается к советским репрессивным инструментам, от которых мы с такой радостью избавились в 90-е? Знаете, если бы мне эти слова произносил бы не журналист, а соевый кукол, я бы понял бы эти слова более адекватно. Но, к сожалению, поскольку вы, надеюсь, это не соевый кукол, и вы нормальный человек, его ненавидит вся страна, вся Россия. Все нормальные люди, которые не уехали, не уехали, как вы, к вашим латвийским пидорасам. А нормальная страна его ненавидит. Пошел он в задницу, этот ваш мальчик, желтый. Виталий, я бы понял вашу позицию. Давайте продолжим. Но перед тем, как продолжить, еще одна новость в продолжении, собственно, этой же темы, культурной. В России завели первое дело о так называемой пропаганде ЛГБТ, и судить будут издательство Popcorn Books. А донес на него депутат Госдумы Александр Хирштейн. Да, позвольте, я закончил. Он сам в этом признал. Перебью просто по вашим ответам. Кажется, что любой, кто занимает позицию, которая расходится с правительственной, нужно репрессировать. ... страны, понимаете, это позиция нас, родителей, тех людей, у которых есть дети. А те люди, у которых детей нет, пускай засунут язык в свою голубую задницу. И сидят с этим языком очень долго в Польше. И гниют в Польше. Потому что Польше осталось жить не очень долго. Потому что скоро поляки уже сами пинками выгонят это правительство английских проституток из Варшавы. Да, Виталий, прошу прощения, тут уже, конечно, какой-то экстремизм. Спасибо вам большое. С нами на связи был депутат Госдумы Виталий Милонов. Спасибо еще раз. Но ведь живой, это в вашей терминологии, это, я так понимаю, маргинал. Это человек, который... Что такое живой политик? Это политик, который делает те вещи, которые, в принципе, политики по всем мире не делают, если они рассчитывают на руководящие какие-то посты во фракциях или в государстве. Нет? Я неправильно понимаю? Я согласен с вами с тем, что я не занимаю руководящего поста во фракции. Я самый рядовой, самый обычный депутат Государственной Думы. Но маргиналы, безусловно, это популисты. Маргиналы это те, которые ради сиюминутного хайпа и дешевой популярности готовы предлагать самые дикие, самые утопические идеи, утопичные идеи, только бы снискать всю минутную славу. Но это одновременно люди, которые являются лжецами. Ведь политик популист – это политик лжец, потому что это безнравственно и бесчестно. Обещать людям то, что ты знаешь, что это нереализуемо. То есть лгать людям, которые тебе верят, знаешь, что ты лжешь, и продолжать это делать с умным видом. Поэтому маргиналы – это все-таки очень другое. Маргиналы – это такое призрительное отношение ко всем, может быть, политикам, которые не вписываются в какую-то солидную, занудную парадигму. Ну хорошо. Прости, Женя, пожалуйста. Сами вы себя назвали политическим хипстером. Ну, живой человек, конечно, да. Но когда об этом говорили, о хипстерах, сейчас уже о них всех забыли. Они все уже объели своих фалафелей, уже уехали на своих самокатиках. Но я хотел подчеркнуть, что человек должен жить жизнью общества. И, наверное, тогда тебе легче спроецировать то, что несет хорошие, благие цели на бумаге, на жизнь реальных людей. Хорошо. А как государство должно... Я им сейчас про интернет говорю. Я только за себя отвечаю. Какое счастье, что это сейчас за интернет. Какое счастье бесконечное? Относиться к таким профессиональным и значительного масштаба троллям. Вот Милонова часто упоминали. Не только я. Ну, понятно. Но ведь мне кажется, что это человек с чувством юмора. И это такой своего рода, ну, Жириновский. То есть, он как бы профессионально троллит не только интернет-сообщество, но и в целом социум. Вы, мне кажется, очень серьезно реагируете на его некоторые вбросы. Ну, я же тоже так же, ну, не троллю, конечно, да, то есть, но есть тема, да, то есть, их много ходит, да. Есть тема, которую я не поддерживаю, да, то есть, не участвую, ну, например, там, сейчас у нас идет история, там, Тиньков и видеоблогеры, да. Я свою позицию коротко высказал, но больше никуда не лезу, да, потому что, как мастер Маргарита, обе вы неправы, да, то есть, там есть куда копать и в те и другие стороны. Есть истории, которые по ряду причин меня задевают, я в них участвую. Мне кажется, что, во-первых, мы должны говорить, это очень важно, да, то есть, говорить, значит, говорить на русском языке, соблюдая некие правила, да, то есть, ну, дуэли же отменены, поэтому правила должны быть, да, там, нельзя, там, оскорблять собеседника. Но если человек залезает на чужую территорию или высказывается, ну, например, Милонов, когда он высказывается про интернет, мне сплакать хочется, вот реально, мне очень хочется прийти к нему и сказать, не набить ему морду, кстати, да, а сесть, взять его там, смартфончик, посадить и прочитать ему лекцию, да, то есть, вообще про интернет, про то, как что регулируется. А, к сожалению, часть наших политиков обладает, и это правда, это надо признавать, знаете, поведением в интернете есть такой мем, я девочка, я хочу платье, да, то есть, ты приходишь, говоришь, слушайте, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Говорит, не волнует, и этот закон приму, а дальше вы сами его исполняете, как хотите. Есть такие проблемы, и это не только Милонов, много-много разных историй, мы можем сейчас с вами перечислять законодательство, ну, например, приспичило своим законодателям принять закон о блогерах, да. Все говорили интернетчики, что не надо этого делать, я даже зарегистрировался в этом реестре, ну, просто было понятно, что это не будет работать, да, причем это, ну, уже видеоблогеры были, просто депутаты про них не знали, надо дать должное, потому что, у нас же все всегда внезапно происходит. Ну, какому-то депутату досадил, там, не знаю, там, блогер Антон Борисович Носик покойный, или Тему Леведеву, да, и вот давайте регулировать блогеров. Вот, а когда к ним приходишь, говоришь, коллеги, не надо, не потому не надо, надо ли бы какой-то другой закон принимать, да, но вот это не будет работать. Шум, гамм на полтора года. Все обвиняют власть в чем угодно, в негодяйстве, да, то есть, ну, когда часто, понимаешь, все же помнят, что, все забыли уже, что, за что, но негодяйство же помнят. Потом, естественно, не работают. Там, я записался под номером 7, по-моему, в этот реестр, да, сейчас его закрывают. И вот так происходит регулярно, потому что по отношению к интернету есть одна особенность, которую, вот я пытаюсь как раз с депутатами и вообще с чиновниками донести. Если мы все знаем про металлургию уже 200 лет, и накоплен какой-то базовый багаж, да, то есть, есть экспертиза, да, то экспертизы у депутатов нет, ну, у нас всех. Мы просто попали в этот дивный новый мир, и очень часто, ну, если почитать историю, как принимались законы при Петре Первом, да, вот примерно так же. Вот появилась идея, да, да, а, нормально, давайте рубить бороды, давайте рубить бороды, да, ну, примерно. Поэтому, сказать, что Милонов какой-то особенный, ну, там много разных историй, где я тоже что-то говорю, да, но Милонов, ну, и потом я реагирую обычно на то, когда попадает на мою территорию, на интернетовскую, да, я не специалист по православию, я не очень, наверное, специалист в воспитании детей, хотя у меня их некоторое количество, поэтому Кузнецова на своем месте, да, то есть, вот есть великолепные Глазиев, которые занимаются экономикой, да, то есть, ну, со своими, естественно, историей. Но когда на мою территорию заходят, да, то есть, я стараюсь хоть как-то отвечать, но реагировать иногда бурно. Редактор субтитров А.Семкин